Под конец я хочу вам рассказать один уникальный случай в моей жизни. И он вас настроит на что-то важное в вашей судьбе. Это такое откровение. Готовы послушать откровение? Всплетничать не будете? Хорошо, потому что нельзя критиковать откровение. Это будет очень плохо. Итак, у меня есть одна ситуация в жизни такая. Мне было очень тяжело учиться в институте. Очень тяжело учиться. И после учебы в институте я видел сон много-много лет, в котором я учусь в институте и страдаю. И один раз я в этом сне вдруг удивился. Ну сколько я могу его смотреть? Ну в чем дело? И я, кстати, у моей дочери тоже такая же трудность была. И так далее идет год. И я потом узнал у моих родителей, у моей мамы тоже такая же. Ну как по судьбе такая идет проблема. И я, когда понял, что мне надо разобраться с этим сном, почему он повторяется вновь и вновь. Хотя я уже давно не учусь в институте, мне уже много лет. Вот я прямо во сне силой воли заставил себя посмотреть этот сон осознанно. Не в нем жить, а посмотреть его со стороны. И когда я начал смотреть этот сон со стороны, я удивился, что на самом деле вот именно этих событий, которые я сейчас вижу, в моей жизни не было. Потому что я судорожно начал вспоминать. Хотя я точно знаю, что это событие в моей жизни. Вот это точно знаю, что это моя жизнь. Но вот сейчас в моей жизни этого не было. В результате меня озарило, что это была моя прошлая жизнь. Но она была очень сильно похожа. Только я заметил, что люди выглядят как в старых фильмах. То есть там здание, пару этажей всего. Люди одеваются по-другому. Это где-то там на западе. И что-то такое. Я смотрю, как-то совсем другая среда. Но переживания те же самые, которые я испытывал вот в этом моей жизни вот сейчас. Но вот другая среда совсем. В результате я понял, что я вижу прямо вот воочию свою прошлую жизнь. Прям я очень удивился. Я прям, может быть, прошло, может, позапрошло, я не знаю. Но я вижу, так как память связана с Богом всегда. Когда человек имеет достаточно чистоты, Бог ему открывает больше. Допустим, мы можем видеть даже у меня есть знакомый, который увидел, как он рождался. Ну, то есть, Бог может... То есть, память есть обо всем. Просто открывается она в свое время. Для того, чтобы человек что-то познал в этой жизни. И я увидел, как я живу в другой жизни. Вот этот эпизод. И тогда, так как я знаю, что это Бог показывает, я сразу в этом же сне, вот я сплю, и я чувствую, что это откровение. Бог мне показал, что это моя прошлая жизнь. То есть, Он открыл для меня эту тайну. И я так, как все люди любопытные, знаете, то есть, мне этого мало было. Я говорю, Бога спрашиваю, а до этого, ну, как бы, вот такое было, вот, переживание у меня. И в предыдущей жизни я смотрю, опять похожие переживания. Но только другая ситуация. И потом, я смотрю, такое мне показывает, одну жизнь за другой. Я вижу, что переживания, в принципе, другие, но примерно то же самое. Ну, как бы, жизнь в своей структуре повторяется. К чему-то стремлюсь, похожему, что сейчас. Приходит время, я ухожу из жизни. И все вот повторяется, примерно одно и то же. Я так удивился, думаю, ну, что-то все как-то печально, все одно и то же. И я тогда, я же, Бог мне же показывает, я с Ним общаюсь. И я Его спрашиваю, а зачем тогда все это? И в сердце прямо глубоко-глубоко, где-то там далеко, где я не могу добраться, и оттуда почувствовал ответ. Такой добрый-добрый ответ. Но я не услышал голоса, но просто почувствовал, как мысль такая, которая не принадлежит мне. А мысль такая. А все это для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть был поближе ко мне. И я узнал цель человеческой жизни в этот момент. Хотя я много слышал об этом в ведах, но я все равно, ну, до конца этого не понимал. Но когда я вот увидел вот эти все вот повторения, и потом услышал из сердца вот такую мысль, меня озарило внутри. И я понял, что люди все живут немножко как в тумане, потому что они постоянно к чему-то стремятся внутри жизни, у них очень большая ценность всего этого существует. И потом они уходят из этой жизни, все забывают, то, что было. И опять чему-то стремятся, там большая ценность внутри этой жизни. И опять чуть-чуть забывают, и опять заново, и это повторяется все вновь и вновь. И посредине жизни Бог человеку дает, ну, чуть-чуть испытаний каких-то, чтобы он помучился чуть-чуть. Ну, забирает у него там мужа или работу, или еще что-нибудь. Человек в это время начинает молиться, думать о Боге. И оказывается, вот вся жизнь человека, которую он проводил, предназначена только для этого момента, когда мы жить не хотим. Мы говорим, да мне не нужна такая жизнь, я не могу так жить, дайте мне мужа назад! И начинает молиться человек, чтобы мужа отдали. И в это время цель его человеческой жизни осуществляется. Он приближается чуть-чуть к Богу, и в этом смысл всей жизни оказывается. А все остальное — это просто туман, который повторяется вновь и вновь и вновь, и которым мы так сильно дорожим. Все сели прямо теперь. Наша цель — научиться слушать тех, кто молится и приблизиться к Богу чуть-чуть. Сейчас тренируемся. Потом дома будем уже не я желаю всем счастья повторять, а молитву с какой-то верой. Но сейчас мы разных вер, поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья. Что тоже хорошо, само по себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!